так приступаем к одеванию ремня грм вот на эту зубчатую шестерню ну короче говоря на двигатель вот здесь вот видите штифт штифт должен быть строго внизу а метка которая на шкиву на зубчатый вот на который вращает наш ремень видите вот она точечка метка она должна совпадать с меткой 10 на алюминиевой вот-вот видите наверху алюминиевая какая-то буртик буртик и метка не должны совпадать более-менее совпадает там один-два миллиметра это ерунда сейчас мы одеваем ставим на место натяжной ролик вот такой новенький цену не знаю если честно все в кучу брал запчасти ну конечно по сравнению с тем натяжным роликом который здесь стоял эта песня вот эти вот два отверстия они должны быть сюда наружу потому что при помощи их мы будем натягивать его натяжной ролик ремень оставляем старый так как недавно его меняли все будем ставить ремень вот видите на этом ремне я сделал метку какую сторону он крутился в принципе без разницы в какую сторону главное чтобы правильно установить 10 натяжной ролик я его специально снял обратить ваше внимание что здесь вот видите шайба вот такая дистанционная или как ее назвать надо чтобы сам ролик этот ролик попадал в створ вот с этим роликом но примерно примерно попадает надо сказать хотя хотя нет попадает хотя немножко вроде как наружу выходит такое ощущение посмотрим сейчас натянем посмотрим как он ляжет ремень аккуратно натягиваем чтобы метки не сдвинулись не на распредвалу не на коленвалу черта там не видать конечно так вот посмотрим что получилось ну сказать все прекрасно легко очень одел я его один без всякого помощника 10 поправлю так вот поправил метки проверим еще раз внизу метка совпадает если только натяжной и вверху метка вот она просмотрел вот она меточка совпадает должна с этим всего теперь мне нужно вот так вот натянуть натяжной ролик и закрутить гайку ключом на 17 делаю вот такую конструкцию то есть одеваю накидной ключ почему накидной а чтобы не держать его рукой вот когда вот эти два отверстия которые находятся в ролике натяжной вставляю у меня старенькие два сверла есть на 4 миллиметра сейчас при помощи их буду натягивать натянули затянули гайку ключом вот мало плохо натянута поэтому надо провернуть раза два вокруг три вокруг свою и посмотреть совпадут метки опять или нет вот два полных обороты распредвала я сделал смотрим метку на коленвал оба все четко совпадает здесь у нас натяжка есть можно еще можно еще подтянуть смотрите после прокрутки еще раз подтягиваю вот 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 Ну а сейчас более-менее. Еще раз прокрутим, чтобы удостовериться, что все-таки не избилось и все нормально. Затягиваем на 50 ньютон. Так, смотрим. 55 ньютон. 55 ньютон даже. Затянул. Все. Ремень установлен. Будем надеяться, что все хорошо будет. Теперь надо устанавливать крышку и шкив коленвала. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok